здравствуйте друзья очень много вопросов по теме от какой страны человек должен играть в грин карт лотереи и мы прежде чем начнем на эту тему рассуждать надо давайте договоримся что есть три разные вещи которые путать мы не будем значит есть страна в которой человек родился есть страна в которой он сегодня живет и есть страна может быть несколько стран гражданином который человек является вот три еще раз родился живет гражданином является это три разные вещи правила лотерея говорят так что ты играешь от страны в которой родился но есть тонкости поэтому и немножко на эту тему сейчас поговорим то есть с одной стороны вы играете по стране рождения не гражданство не проживание а именно рождение как бы вам не хотелось этого изменить как бы странно это не было знаете но но тем не менее это вот такое правило значит будем к правилу относиться хорошо теперь если человек женат у него возникает дополнительная возможность он может играть от страны жены и подразумевается что обе эти страны участвуют в лотереи до некоторые страны исключены все бывшие страны советского союза включены поэтому мы сейчас мы не ходим вокруг вопроса какие страны играют какие не играют спрашивают а вот если я там живу я не знаю в новой зеландии родился в узбекистане я играю от узбекистана хотя гражданин российской федерации не заставит ли меня потом ехать в узбекистан интервью проходить нет интервью вы будете проходить там где вы живете вот живете в новой зеландии там пойдете в посольство сша и там будете проходить интервью то же самое там с узбекистаном российской федерации так далее еще очень так тонкость небольшая значит весь мир с точки зрения лотереи проведения лотереи разбит на шесть регионов и у каждого региона как бы свой тираж да то есть вероятность выигрыша в одном регионе больше чем в другом и очень строго следиться за тем чтобы человек играл от своего региона они от чужого поэтому давайте я вам скажу список где вероятность больше и где меньше значит самый большой это океане если вы играете от австралии то у вас хороший шанс африка европа в европу ходит весь бывший ссср неважно там даже страны с вот средней азии бывшего ссср играют от европы южная америка азия северная америка вот так идет еще есть максимальная квота для одной страны то есть ни одна страна не может получить больше чем семь процентов от общего количества выигрышных green card поэтому да что такое семь процентов от пятидесяти тысяч ну три с половиной тысячи что может получиться если вы играете от страны от которой очень много заявок и она в итоге выбирает свою вот эту максимальную квоту три с половиной тысячи значит что происходит когда идет тираж и количество участников достигло трех с половиной тысяч то от этой страны следующих уже просто не берут то есть если вы играете от такой страны где выбирается максимум ваша ваша вероятность выигрыша ниже чем по региону по региону в котором находится эта страна понятно да то есть если вы в регионе то у вас как бы шансы одинаковые но если ваша страна набрала максимум то вот в этой стране ваши шансы снижаются а самые вот из тех стран которые нас интересуют самые как сказать не лучшие шансы это украина и узбекистан исторически это каждый раз может быть по-разному но вот исторически как бы если можно играть не от украины и или не от узбекистана то лучше выбрать другой регион теперь вопросы тоже типичное начнется в крыму родился с точки зрения соединенных штатов крым было остается территории украины поэтому вы играете от украины южный сахалин курилы идет от японии в азии шансы похуже чем в европе поэтому если можно не играть вот азии лучше играть не от азии поэтому может быть по стране супруга там и так далее имейте ввиду что если вам выгоднее играть от страны супруга то есть некоторый риск с этим связаны риск связан тем что то что тот кто сегодня ваш супруг через полгода может им не быть понимаете тонкость какая и если ваш супруг вот вот который потом может им не быть выиграл и что-то произошло во первых может быть и не супругом во вторых он супруг может передумать например и вы уже все вы вы никуда не поедете есть такой риск это бывает я не хочу сказать что вероятность большая там или что-то но вы должны как бы оценивать насколько у вас надежный там партнер по жизни бывают ошибки бывает человек неправильно определил страну и так далее если вы определили страну неправильно и она оказалась в другом регионе вот из 6 до она оказалась другом это вас дисквалифицирует если вы выбрали страну которая в вашем ну вышло так то считается чтобы добросовестно ошиблись то в общем то ничего страшного за это не накажут если вы выбрали страну а в том регионе может может что специально я не знаю зачем но во всяком случае это не не драматично если это произошло теперь может быть за пределами страны еще пару вещей которые часто как бы которые часто люди упираются если у вас расхождение между паспортом и свидетельством о рождении но я не говорю о стране не дай бог но но просто вот место рождения вот написано бывает так приоритет за свидетельством рождения по месту рождения по стране но по месту рождения приоритет у свидетельства рождения не у паспорта если вы жили в который переименован. Пишите оба через черточку. Вот там жили, родились в Ленинграде, а сейчас это Санкт-Петербург. Пишите Ленинград-Санкт-Петербург. То есть, как бы вас никто за это не накажет. Когда возникает вопрос о написании, потому что надо писать английскими буквами, вы пишите так, как в Google Maps. Вот заходите в Google Maps, находите вот там это место и вот так и пишите. Почему-то некоторые люди считают, что в анкете на участие в грин-карт-лотерее нужно указать американский адрес. Не нужно. Для участия не нужно. Посмотрите внимательно, там написано страна, там город и так далее. Им просто нужен ваш почтовый адрес. Если вдруг им надо будет вас сконтактировать, чтобы вот вам туда пришло письмо. Значит, вам не нужен на этом этапе американский адрес. Вот, наверное, все вопросы на сегодня и успехов. Успехов в заполнении формы и, самое главное, выигрыши.